Привет друзья! Сегодня у меня новинка от Xiaomi, бюджетные смарт-часы Redmi Watch. Буквально на днях они поступили в продажу в Китае. Мне было очень интересно пощупать эти часики. Купил, пощупал, делюсь. Итак, упаковка достаточно простая, бюджетненькая, но с закосом. Такой черный кубик. Внутри часы инструкция и зарядный кредл. Он не магнитный, пристегивается плотно, достаются часы без проблем. Интересная особенность. При зарядке индикация может быть расположена как горизонтально, так и вертикально, в зависимости от положения часов. Хорошая идея. Зачет. Часы получили квадратный дисплей 1,4 дюйма разрешением 320 на 320 пикселей. Плотность 323 пикселя на дюйм. Технологию дисплея производитель робко умалчивает. Тем не менее, картинка приятная. Черный цвет, не серый. Широкий угол обзора без искажения цветов. Корпус пластиковый. Приятное покрытие типа Soft Touch. Водонепроницаемость 5 атмосфер. Справа плоская металлическая кнопка и отверстие микрофона для голосового помощника. Снизу, как всегда, оптический датчик пульса и контакты для зарядки. Первый минус. Нестандартное крепление ремешка. Пластиковые уши с защелками. Снимается очень непросто. Сам ремешок силиконовый. Очень жесткий. Мне не понравился. Застежка классическая. Тренчик без стопора. Масса часов с ремешком 35 грамм. Размер корпуса 41 на 35 миллиметра. Толщина 12 миллиметров с датчиком. По дизайну в целом часы приятно выглядят, не смотрятся дешевой поделкой. Для синхронизации со смартфоном используется приложение Xiaomi Wear. С подключением проблем нет. Все быстро и просто. Огромный плюс компании Xiaomi. Часы для китайского рынка из коробки поддерживают русский язык. Даже циферблаты некоторые переведены. Итак, интерфейс, главный экран. По свайпу сверху список уведомлений. Снизу достается панель быстрых настроек. Вправо-влево листаются виджеты. Их порядок и количество настраивается в приложении. Это может быть пульс, сон, ассистент, погода, алипей, музыка и активность. Нажатие кнопки вызывает основное меню. Удержание голосового помощника. Выбрать что-то другое нельзя. По долгому тапу активируется выбор циферблатов. Здесь два встроенных, цифровой и модульный. Он настраивается. Есть четыре поля. По тапу на любое попадаем в список доступной для него информации. Эти поля также могут быть интерактивными. То есть ярлыками для быстрого доступа к чему-либо. Помимо этого в часы можно загрузить до трех циферблатов из коллекции в приложении. Там они разбросаны по категориям, в которых повторяются. Так что точного количества я не считал. Много мультиков и откровенного хлама. Реально интересных и удобных для выбора я не нашел. У Mi Band в стоке и то было из чего выбрать. Ну да ладно. Панель быстрого доступа. Тут статусная строка. Вызов голосового помощника. Включение фонарика. Переключатель активации по поднятию руки. Блокировка дисплея. При блокировке нет никакой индикации, перекрывающей обзор. Разблокируется долгим нажатием кнопки. Дальше ручной переключатель режима не беспокоить. Кнопка активации дисплея на 5 минут и иконка настроек. Теперь уведомления. Они не синхронизированы со смартфоном. В часах просто остаются 9 последних. Можно удалять. Поддержка иконок никакая. Есть WeChat, Alipay, SMS и телефон. Все остальное с одинаковой иконкой App. Название приложения также не пишется. Вместо него заголовок. Само собой никаких картинок часы не показывают. Emoji тоже не поддерживается. Ответов с часов само собой тоже не предусмотрено. Звонки поддерживаются только телефонные. С возможностью только сбросить. Посмотрим, что предлагает меню. Здесь массив иконок 3х3, который перелистывается вертикально, без анимации и никак не настраивается. Давайте по порядку. Тренировки. Тут их 7 штук. Бег на улице, беговая дорожка, велосипед, велотренажер, свободная тренировка, ходьба и плавание. В бассейне, так как сразу выбирается длина дорожки. Из настроек только установка целей. По времени, калориям или расстоянию. Для уличных тренировок часы используют GPS смартфона, так как своего приемника тут нет. Во время тренировки абсолютно не информативный экран. Просто набор текста и цифр, который вертикально листается. Никаких дополнительных меню или управления музыкой тоже нет. Кругов нет. Нажатие кнопки ставит тренировку на паузу с выбором продолжить либо завершить. По завершении можем посмотреть статистику сразу, либо в журнале, который идет в следующем меню. Ну и в приложении также доступен просмотр. Тут есть карта с треком, информация и графики. А вот списка всех тренировок нет. Их нужно откапывать через встроенный календарик, указывая конкретный день. Жесть как неудобно. Пульс сравнил с нагрудником. Правда пришлось заморочиться, так как в Xiaomi не слышали о кнопке поделиться. Скриншот из приложения с графиком пульса с нагрудного датчика. В целом неплохо, но для легкого фитнеса. А для чего-то серьезного эти часы в принципе не годятся. Поехали дальше. Активность. Здесь статистика за сегодня. Калории, шаги и легкая активность. Дальше пульс. Ручной замер и статистика. Сон. Здесь можно посмотреть информацию о последнем сне, прямо в часах. Это удобно, плюсую. Дневной сон не поддерживается. Так написано на сайте Xiaomi. Дыхательные упражнения. Выбираем время и скорость. Стартуем. Повторяем за анимацией. Смена действия дублируется вибрацией. Дальше три бесполезных для российского пользователя пункта. Умный помощник Xiaomi. NFC карты. И Alipay. Следующее управление музыкой. Стандартно. Хватает быстро. Все кнопки на одном экране. Будильники. Их можно настраивать прямо в часах. Умного будильника, конечно же, нет. Секундомер. Есть отсечки. Они листаются, если их много. Свернуть его нельзя. Таймер. Есть предустановленные и пользовательские. Для настройки доступны часы, минуты и секунды. Таймер не сворачивается и при нажатии кнопки просто сбрасывается. Есть в часах и компас. Показывает градус направления и весело притормаживает анимацией. Погода. Актуальная информация на сегодня и прогноз на неделю. Ветер в баллах. Источник MiPogoda. Дальше список уведомлений. Поиск телефона. Фонарик. QR-код со ссылкой на справочную информацию. И настройки. Здесь собраны почти все настройки часов. Давайте пробежимся по ним. Выбор циферблата. Видели? Яркость подсветки. Автоматическая или вручную. От 1 до 6. Не беспокоить. Тут только по расписанию. Умного режима нет. Активация по поднятию. Также только расписание без выбора чувствительности. Впрочем, чувствительность меня устроила. Настройки мониторинга пульса. Можно выключить или настроить с периодичностью 1, 5, 10 или 30 минут. И здесь же есть настройка уведомления о высоком пульсе. Дальше напоминание встать и размяться. Здесь активация его и расписание. Автоблокировка. Это выключение дисплея. Он не блокируется сам. Тут время работы и выключение накрытием. Удобная штука. И есть возможность настроить пин-код для блокировки устройства после снятия с руки. И в конце перезагрузка, выключение, сброс и информация. Вот и все функции часов. В приложении самый минимум. Загрузка циферблатов. Управление на все картами. Настройка уведомлений. Справка по часам и помощнику. Сортировка виджетов в часах. И включение обновления погоды без ручного выбора местоположения. На вкладке с данными тоже не густо. Калории, шаги, пульс, разминки, сон и тренировки. Если они были записаны за сегодня. В приложении на Android еще добавлены ачивки, то есть медали за достижение. И есть возможность запуска тренировки с телефона. На этом и все о часах. Что в итоге? Redmi Watch это просто часы начального уровня с базовым функционалом. Аккуратный внешний вид, хороший дисплей, не выпирающая кнопка, русский в часах из коробки. Есть уведомления, пульс, шаги, калории. И конечно демократичная цена. Но есть и минусы. Это нестандартное крепление ремешка, иконки уведомлений которых нет. Циферблаты, сотня готовых, а выбрать не из чего. Никакой автоматики типа умный режим не беспокоить. Анимация интерфейса ее также нет, а где есть лучше бы и не было. Ну и никакое приложение, вообще никакущие. Ему уже год, а это все еще неудобная мусорка. Есть интересные вещи типа планов занятий, но все на китайском. Интерфейс не то чтобы не переведен или плохо переведен. Это просто каша из английского, китайского и русского. На iOS приложение попроще. Там нет всей этой не переведенной мишуры и анимированного чудика. И сразу виден весь функционал. Точнее его отсутствие. По поводу NFC, будет ли он в глобальной версии, лично я очень сильно сомневаюсь. В Китае он работает только для транспортных карт и карт доступа. Но если часы понравились, то можно взять китайскую версию с NFC и использовать его уже сейчас. Но не для оплаты, а в качестве карт доступа например. Ну а вообще, конечно, Xiaomi что-то притормаживает. В конце 2020 года представить часы без кислорода это не серьезно. Впрочем, его и в Mi Band нет. Вот и получается, что для ближайшего конкурента Amazfit BPU, наш и Redmi Watch вообще не конкурент. И даже при том, что BPU стоит примерно на 1000 рублей дороже. Там за эту разницу полный фарш, адекватные циферблаты в стоке, с возможностью установить свою картинку на фон, магнитная зарядка, нормальное крепление ремешка, кислород, стресс, уведомления с иконками, поддержка эмодзи и синхронизации, настройка силы вибраций и своего рисунка, мировые часы, управление камерой и прочее. Короче, для меня выбор очевиден, ну а вы решайте сами. Полный обзор BPU также есть у меня на канале, ссылку оставлю в описании. На этом все друзья, подписывайтесь, ставьте лайк и оставляйте свое мнение в комментариях. До скорых встреч, будьте здоровы, пока-пока. До скорых встреч, пока.